Рассмотрим расширенное управление правами в инфоблоках. В Битриксе уже некоторое время существует возможность и очень-очень гибко настраивать права доступа к инфоблоку. Это называется расширенным правами инфоблока. Есть возможность настраивать права для элементов, разделов и по различным признакам. Основная идея следующая. У нас у пользователя имеется некий набор меток или тегов. Признаки его поднадлежности к группам или т.д. Неважно что. И аналогичные же метки присваиваются элементам и разделам инфоблоков. Пересечение этих метков дает право на ту или иную операцию над элементом или разделом. Или просмотр его, или редактирование, удаление. Вот так выгод и расширенное управление правами разложена таблица в базе данных со связями. Здесь не указана таблица с разделами и элементами. Мы их структуру избирали ранее. Это таблица элементов, таблица разделов и таблица связей между ними. У нас тут отображены таблицы пользователей Bayer User. У каждого пользователя в таблице Bayer User Access набор своих меток. Эта таблица поле Access Code соотносится с полем Group Code в таблице Bayer Blot Write. То есть у нас есть субъект правообладатель, есть объект право. Это какая-то сущность инфоблока. Эта таблица по сути представляет собой три. В ней хранятся настройки D-инфоблоков, поле Entity Type. Также разделов элементов для того, чтобы не плодить сущности в системе, они сведены в одно. Если вы включили расширенные права в инфоблоках, то у элементов, у разделов появится дополненная вкладка «Доступ», на которую можно щелкнуть по ссылке «Добавить». Открывается диалог. Все это можно расширить. То есть можно составить свой класс, предоставить свои пользовательские метки. Они могут быть любыми. У нас к этим меткам привязывается набор операций, которые разрешается выполнять. Операции сгруппированы в уровне доступа. Набор операций фиксированный, расширить его нельзя. Набор операций сделали совместным с текущим буквами. Операции доступа проверяются при выполнении административных страниц и при выполнении стандартных компонентами. За исключением GetList ни в каких других API-вызовах проверить права доступа нельзя. По производительности. Дополнительная нагрузка небольшая. Для проверки используется минимально 2 джойна, максимально 3. Причем индексы на таблице построены так, что в базе данных не нужно обращаться к данным в таблице. Он берет их все из индексов. И таблицы. Эти денормализованы в двух направлениях. При проверке уровня доступа до элемента. Все уровни доступа, которые он наследует от родительских разделов до корневого, включая инфоблоки, он хранит его в своем наборе в таблице BI-блок элемент write. Здесь хранятся все права доступа, всех сущностей, к которым он привязан. Привязка к разделам в таблице BI-блок section write тоже все это учтено. Разберем, как открыть инфоблок для чтения в административном разделе. Вы на экране видите, какой алгоритм всего этого. На существующем уровне доступа нужно нажать копировать, откроется форма, дописать чтение в админке, отменить галочку, нажать сохранить. Единственное, учтите, что данная настройка права доступа i-блок админ дисплей имеет смысл только на уровне инфоблока. Нельзя этот уровень доступа выставить на раздел или элемент. Давайте проверим, что у нас получилось. И еще один пример давайте разберем. Мы на разделе обувь делаем права, что группа обувной компании может добавлять сюда элементы, и авторы могут эти элементы изменять. У нас имеется группа обувной компании, которая имеет возможность получить доступ в административную панель. Теперь мы должны для каталога, для продукции, для раздела обувь поставить права на добавление и изменение собственных добавленных товаров только для этой группы. Чтобы остальные разделы, они не могли изменять и добавлять товары. Для этого сначала нам необходимо в каталоге одежды, которая у нас, поставить доступ к чтению в админке данной группе. Вот данный доступ у нас стоит. После этого заходим собственно в сам каталог, изменяем раздел обувь. И в доступе нам необходимо, чтобы в группе обувной компании появился доступ в административную панели и для авторов изменения. Вот они у нас собственно установлены. Теперь проверяем, что у нас получилось. У нас есть пользователь с ID2, который стоит в данной группе. Мы смотрим группы. Он в данной группе у нас состоит. Теперь авторизуемся под ним. Вот мы видим каталог. Открываем одежда. Мы можем просматривать все разделы, все товары. Но не можем их сохранять, изменять и что-то с ними еще делать. Теперь переходим в раздел обувь. У нас здесь есть уже товар. Но он был создан уже не нами. Вот мы его открываем. Видим, что мы его также не можем сохранить. Но сейчас создадим тестовый товар. Сохраняем. Все это у нас успешно. Успешно. И как видим, его мы изменять можем. В отличие от добавленного не нами. При всем при том, можно организовать более сложные процессы. Элементы фоблока передать кому-то по цепочке. Отдав ему свои права. Или права могут быть отобраны. То есть можно настроить различные гибкие сценарии. Что важно и нужно знать разработчику в первую очередь. Существует три класса. Доработай с инфоблоком. С разделом. С элементом. И самый главный метод, который требуется в компонентах или в любом другом месте, этот метод userHashWriteTo соответствующего класса. Вот на экране мы видим пример вызова. Здесь передаем id инфоблока, id секса и элемента. И соответствующий проверяем право. Продолжение следует... Продолжение следует...